Итак, добрый день, здравствуйте! Сегодня у нас 20 января, и выходит вторая серия про негатив в Австралии. Пару недель назад я записывала первую серию, и сегодня вот набралось еще пять пунктов, которые я хотела бы осветить. Это сугубо мои, субъективные, ну, мои, мои семьи, субъективные такие впечатления про Австралию. Они вполне могут не совпадать с вашими, и это нормально, мы все разные. Итак, хорошо, поехали! Значит, первое, что нам неудобно, не нравится, напрягает и так далее, это то, что все в основном в Австралии начинает работать достаточно рано. Например, моему мужу Жене нужно быть уже, быть на работе в 7.30 утра. На мой взгляд, это очень рано, при том, что еще примерно там 40 минут нужно доехать до места работы. Мы подбирали так, чтобы оно было на юге, а вот сейчас мы переехали на север, и вот, кстати, я так решила показать райончик. Это называется, кстати, Windvale. Вот, Вера пойдет в школу, здесь буквально совсем недалеко, и сейчас они там играют в парке, а я быстренько записываю видео. И да, все работает рано, начинает работать рано. У меня много раз были вот такие вот случаи, когда там менеджер или администратор звонили мне там в 6.30 утра. Ты можешь сегодня выйти? Как будто бы я в 6.30 утра уже, знаете, такая вся готовая к труду и обороне. На самом деле это не так. В 6.30 утра я обычно еще сплю. А здесь народ в 6.30 утра уже бодр и активен. Вот. Нам это немного непривычно и напрягает. Что еще нужно сказать, да, продолжая эту тему, так как все вот так вот рано начинает работать, то, соответственно, рано оно и заканчивает работать. Это тоже неудобно. Особенно вот сейчас, например, жара, и мне было бы куда интереснее, там, удобнее все свои вопросы решать. Не днем вот это вот пекло, в 12, в час, там, 2, 3, 4, все еще очень-очень жарко. Мне было бы удобнее решать все свои дела, там, в 6, в 7, да, как это обычно в жарких странах происходит. Днем какая-то сиеста, а вечером продолжается жизнь города, семьи и так далее. Здесь нет, здесь 5 часов утра, все государственные конторы точно закрыты, все даже коммерческие организации тоже закрываются. Такое впечатление, что люди совершенно не гонятся там за прибылью, что они вот привыкли как-то работать вот так вот, начинать в 7.30, заканчивать там в 4 часа, и вот так вот они работают. Хорошо, это первое. Второе, это транспорт. Транспорт здесь работает хорошо, эффективно, он работает, ну, как часы, да, есть расписание, есть специальная программа, называется MetroMade, в Google там карты видно, вот как ходят все эти там и поезда, и автобусы и так далее. Но, так как город достаточно раскинутый на километры и километры, да, я про это уже говорила, что Аделаида по территории равняется 4 Киевом, при том, что Киев не маленький городок. Для того, чтобы добраться из одного района в другой район, то нужно ехать часто через центр. И, ну, общественный транспорт, как, естественно, построена система не только в Аделаиде, а в принципе, он объезжает вот так вот, объезжает районы все вот так вот, улицы. Ну, короче, это не самый прямой путь, да, и в результате там любая поездка занимает очень много времени. Если нужно доехать до центра, это неплохо. Обычно со всех районов, там, север, запад, юг, восток, все дороги ведут в центр. Центр это такой центральный узел. Есть другие центральные узлы во всех районах, называется Interchange, да, у нас здесь рядом там вот Clamsic Interchange, Paradise Interchange, Trigali Interchange и так далее. Это такой, ну, транспортный узел, да. Но, если вы живете там вдалеке от этого транспортного узла, то это значит, вам придется ездить с пересадкой. Сначала там, например, с одного транспортного узла до другого, и потом с другого транспортного узла уже непосредственно к себе домой, там, или до какой-то конечной точки. Это не есть удобно. Вот, хорошо. Так, солнце мне немного в глаза, сейчас мы его так, тум-тум-тум, пройдем. Все, идем дальше. Так, что еще? Я буду так немножко перескакивать с одной сферы жизни на другую, да. Следующее, вот, что я хотела бы рассказать, это столовые, точнее, их отсутствие в детских учебных учреждениях. Не в садиках, не в школах, нет вот классических столовых в нашем понимании, где дают детям приготовленную какую-то горячую там еду. Я думаю, что это нехорошо, потому что вот эти обязанности приготовления еды сваливаются на плечи родителям, которым нужно придумать вот эти вот ланчи для детей. Это такая тема тут в социуме, там, во всех этих мамских группах, форумах, что положить в ланчбоксы. Мой ребенок перепробовал уже все и ничего не ест. И, ну, короче, когда все, знаете, централизовано, и когда у всех детей одинаковая, там, пюрешка плюс котлетка, то намного больше вероятности, что они таки будут ее есть, чем если у одного там бутерброд с сыром, у другого шоколадный торт, у третьего там какие-то орешки или батончики, ну, вот. Потом в школах есть специальное правило, типа там, орехов нельзя, яиц нельзя, того нельзя, сего нельзя, и в итоге, как бы, достаточно мало всего остается. Ну, я еще не знаю, как у нас будет в этой школе, в садике было все достаточно просто, можно было буквально все, и я пока что пыталась выезжать на, как бы, leftovers from yesterday, то есть то, что не было съедено с вечера, благополучно шло вот в эти ланчбоксики днем, но я не думаю, что такой фокус будет еще долго прокатывать. Потом, опять-таки, связано с этой темой еды, вполне распространено, когда дети прямо едят эту еду, либо, там, не знаю, на какой-то лавочке, либо даже на полу, и, ну, это дети, да, они там могут там кто-то кого-то толкнуть, может упасть эта еда там вся будет в песке, ну, в общем, да, не очень это все дело. Ну, никто там за детьми не смотрит, никто не контролирует, чтобы они руки помыли. Ну, было бы здорово, чтобы оно все-таки было как-то построено по-другому, но, опять-таки, есть то, что есть. Хоть и есть в английском такое понимание, как healthy germ, это дословно, если переводить на здоровый микроб, то есть, что имеется в виду, это нужно, чтобы в детстве ребенок съел определенную дозу микробов, там, грязные руки, потому что это разбивает в какой-то мере иммунитет. Ну, не знаю, насколько это правильно или неправильно, хорошо или нет, то есть, суперстерильные условия, это тоже неправильно, но часто можно видеть, когда даже совсем маленькие дети, да, там, где-то в супермаркете, вот то, что мы наблюдаем постоянно, когда ребенок там, родителю нужно куда-то дотянуться, что-то взять, он этого ребенка опускает на пол прямо вот так, когда ребенок ручками этими по полу там лазит, ползает, может быть, у него там какая-то печенька или там яблочко какое-то в руках, он благополучно повозюкает этой печенькой по полу и дальше ее съест, ну, вот так вот. Так, про что дальше? Ну, это моя такая, опять-таки, субъективная фишка, мне в Австралии не хватает архитектуры, такой вот классической, красивой архитектуры, ощущение старого города, и в Киеве очень красивый центр, где я постоянно работала и бывала там каждый день, там вот этот район Золотые ворота, это, например, дореволюционная архитектура, мне с эстетической точки зрения очень нравилось там бывать и проводить время. Потом, когда мы жили во Львове, знаете, вот эти вот разноцветные дома с лепниной, вот эти толстые стены, потолки 4 метра, арочные окна и так далее, вот мне этого здесь не хватает. Есть такие дома, вот, английской постройки, да, колонизаторы приезжали и строили здесь красивые церкви, красивые там какие-то, ну, сложно даже судить, что это за дома, да, чем они были раньше, потому что сейчас это может быть совершенно другое, чем было запланировано раньше, но, тем не менее, да, есть вот такие вот постройки общественного пользования, и очень здорово, меня очень радует, что они есть, я стараюсь бывать в центре и наслаждаюсь этим всем делом, но центр это совершенно изолированный такой вот участок суши на земле, а все остальные вот такие вот residential райончики, то есть вот как вы видите, дома здесь красивые, нельзя сказать, что там как-то убого или там, не знаю, как-то неухоженные, нет, дома ухоженные, и они даже, нельзя сказать, что все типовые вот такие вот, есть такие вот специальные villages, там, где все дома как близнецы, но в основном все-таки нет, и люди стараются ухаживать, там, разводят эти сады, и они, ну, действительно пестуют свое жилище, но в то же самое время, вот, ну, мне не хватает архитектуры. Архитектурного разнообразия. Так, ну и последнее, что хотелось бы упомянуть, это язык. Вот этот английский язык, который в Австралии немного не такой, чем в Англии, например. Особенно у вот такой категории людей, которых называют здесь трейди, да, то есть это от слова trade, рабочая специальность. Те люди, которые работают руками, у которых, может быть, не сильно, там, широкий словарный запас, или уровень общего, там, образования и развития, ну, как бы, не знаю, почему так сложилось, но они почему-то говорят на порядок запутаннее и сложнее. Такое впечатление, что у них не просто каша во рту, а как будто бы там какой-то носок, который они вот так вот пережевывают, как стиральная машинка, и очень плохо понятно. Это те вещи, которые, ну, нельзя сказать, что там сильно нам портят жизнь, да. Нам пришлось действительно постараться, чтобы выбрать вот эти вот негативные моменты жизни в Австралии, потому что в основном все действительно классно. Ну вот, мы записали вторую серию. Мы, это я, Николай Второй. Ну, в любом случае, вот. Надеюсь, что вам понравилось. Всем счастливо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok